Как относятся к иностранцам, русскоязычным, обязательно знания польского. Ну и куда же без LinkedIn очень редко приходили отклики. Ни разу тестовые не присылали. Они очень любят телефонные звонки, я не знаю почему. Предлагали бонус 5000 злоток на Relocate. Всем привет! И, наверное, в этот раз будет одно из самых долгожданных видео на нашем канале. Я буду рассказывать о поиске работы. И конкретной работы в IT-сфере, в Польше. Начнем сначала. Я начинал искать работу еще будучи в Беларуси, в Минске. В мае, когда мы уже решили точно переезжать, я начал закидывать удочки. Создал резюме на польских сайтах. Поставил везде, где можно, что я хочу работать в Польше. Возможно, желание релацироваться и все такое. Если говорить о сайтах, где я искал работу, это были, во-первых, польские сайты специализированные. JustJoin, NoFlapJob, Bulldog, плюс Praça, PL, ProCuiPL, которые не специализируются на IT. Все ссылки я оставлю. Ну и куда же без LinkedIn, где важно было выставить доступность для работодателей из Польши. Желательно даже поставить адрес польский, если есть польский телефонный номер. Потому что одна из фишек польских работодателей и HR, они очень любят телефонные звонки, я не знаю почему. Даже будучи в Беларуси, когда я оставлял свой телефонный номер, мне раза в три или четыре звонили с польских номеров и пытались общаться по поводу работы. Хотя я ожидал общения по e-mail только. И пока я был в Минске, в принципе, этот процесс шел довольно неплохо. Хотя, конечно, активность работодателей была не самой высокой из-за того, что я не находился в Польше на тот момент. И некоторые только из-за этого отбрасывали мое резюме, как мне кажется. Но учитывая, что это был май, и я могу сравнить с летним периодом, когда я уже был в Польше. И, возможно, из-за отпускного периода активность была более низкая. Хотя я был уже в Польше. А вот на момент пребывания в Беларуси у меня иногда было по два-три интервью в день. В Польше такой загруженности у меня не было. Но при этом как бы особого прогресса, будучи в Минске, с поиском работы я не добился. Но это был уже какой-то первый опыт интересный. И будучи в Польше, дела шли уже быстрее. Сами собеседования обычно проходили на английском полностью. Изрезка, когда мне звонили или писали первое сообщение на польском, я сразу предупреждал, что типа я не хорош еще в польском, если можно по-английски. И обычно все переходили без проблем. То есть не было ситуации, чтобы мне отказали вакансии из-за того, что я не знаю польского. Потому что я всегда указывал, что я какой-то базовый слабый уровень имею. Но общаться полноценно не смогу. Конечно, были вакансии, где указано было изначально обязательно знание польского. Туда я даже и не поддавался. Что касается самого процесса собеседования и найма, мне сложно сравнивать отличия или похожие стороны в Польше и в Беларуси. Потому что в Беларуси я нашел работу, наверное, с четвертого-пятого собеседования. И это все было... Ну, одно собеседование было онлайн. Видел звонок. Остальные я ходил онсайт в офисе компании. В Польше же все проходило онлайн. Прошло собеседование, конечно, на порядок больше. Но в целом впечатлений здесь, конечно, больше, во-первых, международных компаний. Больше польских. И процессы немного по-другому устроены. Нужно еще сказать, что искал я работу именно разработчика, программиста. Специализируюсь я на Java. Плюс некоторые сопутствующие технологии. Но в основном опыт у меня с чистой Java. Поэтому искал я разные варианты. Но больше всего подходил там, где не требовались фреймворки. Переехал я в Польшу с довольно небольшим опытом. Около полутора лет. Поэтому, по сути, я здесь остался примерно на том же джуниорском уровне. И вакансии искал соответствующие. И вот в процессе найма я заметил как минимум одно отличие. Что в Беларуси мне часто присылали тестовые задания. А здесь ни разу. Хотя я, ну, не знаю, общался с несколькими десятками компаний. Ни разу тестовые не присылали. Но здесь популярны более, есть онлайн решение задач на время. То есть могут прислать там ссылку на одну из таких платформ. То есть две-три задачи бывают. Либо еще мне присылали просто как тест с вариантами ответов тоже на время. По технологиям, либо в общем по IT-технологиям. Либо по конкретному языку. Во многих компаниях я проходил такие этапы с онлайн задачами. И устроился как раз в такую компанию, где одним из атаков было решение задач на время. Еще одним отличием больше в плане поиска работы является то, что здесь популярны всякие агентства и посредники. Например, иногда на сайтах можно найти вакансию, где описано вроде как все просто ищет компания. А в итоге потом ты откликаешься, перезванивает, либо пишет сотрудник. Пишет, например, что мы являемся какой-то компанией, у нас есть какие-то клиенты. То есть мы устроим тебя как бы к нам официально на нашу компанию. Но ты будешь работать как бы на другую фирму, на конкретного клиента. И уже они договариваются об условиях конкретных, договариваются о времени, собеседовании, все такое. Причем у меня было два опыта с такими посредниками. И я бы не сказал, что мне понравилось. Мне как-то более комфортно искать самому договариваться именно с представителями компании изначально. Потому что вот эти агенты, посредники, они назначают время. Ну, они, конечно, согласовывают это. Ну, а во-первых, получается лишняя прослойка. Тратится время. И они, опять же, очень любят звонки телефонные. Мне могли звонить несколько раз за день. Сказать, что не забудь, пожалуйста, у тебя завтра в такое-то время собеседования. Мои прошлые кандидаты рассказали, какие задают вопросы. Пожалуйста, подготовься. И начинают пересказывать все вопросы, которые задают на 99% IT-собеседований. И ты уже их знаешь наизу. Но они продолжают рассказывать каждый раз. Только не забудь вот это. Подготовь, пожалуйста. Потом проходят собеседование и звонят. Узнают, как все прошло. Какие задавали вопросы. И замкнутый круг. Короче, с одним вот таким агентством я собеседовался в три, наверное, компании. Ну, в итоге в одну из них мне так не сообщили ничего. В две я прошел, пособеседовался. В одну мне сказали, что как бы недостаточно опыта изначально. Но дали шанс пособеседоваться. Но на собеседовании я показал, что у меня реально мало опыта для этой работы. И еще в одной компании тоже как-то не все гладко прошло. И они мне не понравились сами изначально. Хочу еще продолжить про LinkedIn, который является одним из главных источников поиска. Во-первых, очень полезно будет полностью, конечно, иметь профиль на английском. Обязательно. А расписать опыт работы, проекты максимально. Все технологии, если есть сертификаты, образование. Все будет полезно. Во-вторых, указать локацию в Польше. Это очень важно. И немаловажно также добавлять друзья в свой нетворк людей именно из польского IT-сектора. Потому что чем больше есть таких контактов, тем больше вероятность, что найдут и другие сотрудники HR и прочее. Те, кто ищут сотрудников. Я, например, начал строить свою сеть контактов в Польше, просто вбивая позицию рекрутера и локация Польши. Добавлял каких-то людей, потом все больше и больше совместных контактов появлялось, я добавлял их. Кто-то начал добавляться сам. И вот до сих пор у меня добавляются контакты из Польши. Сеть контактов растет, что, я думаю, будет полезно всегда. Также, когда я выставил уже свою локацию на Польшу, ко мне начали активно добавляться какие-то рекрутеры или кто-то, даже не из Польши, а из всей Европы, я бы даже сказал. И предлагать какие-то позиции удаленные, куда можно устроиться на B2B контракт, будучи в Польше. Но я не рассматривал такой вариант. Мы планировали изначально только умовы операции использовать, и поэтому я искал только варианты с этим видом контрактов. Сейчас мы переносимся уже во время, когда мы оказались в Польше, и начал искать работу довольно быстро. Еще сидя на карантине, обновил резюме, обновил LinkedIn, все, что можно, резюме на всех сайтах, и начал активно закидывать на вакансии. Но поскольку вот как раз мы переехали в начале июля, и какой-то был пик отпускного сезона, очень-очень редко приходили отклики. И, во-вторых, еще довольно небыстро идет процесс в Польше, потому что от одного этапа собеседования до результата может пройти неделя, две, даже иногда больше. И переехали мы в ВОЦ, искал я варианты по всей Польше, в принципе, потому что, во-первых, удаленка, еще до сих пор вполне развита. В некоторых компаниях мне говорили, что вполне возможно, что этот год еще будет полностью удаленным, а уже со следующего будет гибридная модель, там, раз, два, три в неделю из офиса, а остальное из дома. Я, в принципе, готов был рассмотреть разные варианты, в том числе и переезда уже в ближайшее время, что было бы не очень удобно, но мы готовы были на это пойти. Но в итоге удалось найти работу в компании с офисом в Варшаве, куда можно доехать за полтора часа из нашего города. И все-таки, конкретно в моем случае, довольно часто придется посещать офис, как минимум раз в неделю на данный момент, без того, что мне известно. Но, в принципе, это не худший вариант, а дальше уже придется переезжать в Варшаву, как мы и планировали. При заключении контракта мне еще рассказали о возможности переехать в первый месяц после начала контракта в Варшаву, переоформить там все эти документы, за это предлагали бонус 5000 злоток на Relocate. Но мы так прикинули, что затраты на переезд, затраты на поиск жилья, агентство, возможно, и все такое. Плюс жилье дороже в Варшаве будет явно. И вот все эти затраты явно превысят те 5000. И, конечно, придется иногда мне ездить в Варшаву, но это не худший вариант. Просто здесь мы реально нашли классную квартиру с контрактом на год. Подключили интернет тоже на год в контракт, который мы не сможем перенести в Варшаву, там нет нашего провайдера. А разрывать контракт – это невыгодно. Также экспортировать очень сложно, поскольку мы через агентство заплатили уже все возможные комиссии. И сейчас разрывать будет очень плохо. Еще нужно рассказать немножко конкретнее об этапах собеседования, обычных, стандартных. Я довольно много их успел пройти. Начинается, конечно, все с звонка, письма HR. Обычно всегда хотят какой-то первый звонок в контакт иметь, либо видеозвонок, либо телефонный. Оценить адекватность, уровень языка и в целом хотя бы узнать о легальности, возможности легально работать в Польше. После этого обычно назначается техническое интервью с какими-то сотрудниками, экспертами в данной отрасли, области знаний. Часто было просто теоретически какие-то вопросы. Длится обычно час-полтора, максимум два у меня было. Иногда получается техническое интервью комбинированное из теории. Может быть какая-то практика, когда там расшариваешь экран и решаешь какую-то задачу, либо самостоятельно, либо как бы в стиле барного программирования с интервьюером, когда он может что-то подсказать, направить. Ты можешь задавать вопрос. И это очень важно, что мне не всегда удавалось. В некоторых компаниях бывает еще такая более человеческо-менеджерская часть интервью. Но это более в крупных компаниях, международных, например. Я до этой части не дошел, но она была заявлена в интервью с Адласием, большой и классной компанией. Но это было сложно дойти до этой части. Я завалился на техническое. Что касается компании, в которую я в итоге попал, как я уже говорил, решал задачи, плюс, по-моему, проходил еще тест. И было где-то на часа полтора одно всего лишь интервью. Оно было в основном техническое. И, как рассказал мне интервьюер, опытный программист, что у них компания как-то больше ценится именно технические знания. Поэтому нету каких-то муторных менеджерских заморочек со всякими вопросами в плане, кем вы себя ведете, через сколько это лет, какие ценности вы разделяете. И вот это вот все. И поскольку до этого я уже довольно успешно прошел часть с решением задач, само техническое интервью с программистом прошло довольно гладко. Он позадал вопросы касательно теоретических знаний, рассказал, как устроено все в компании, о возможностях повышения карьерного пути, что все довольно прозрачно. Каждые полгода можно заработать повышение, это довольно несложно, что в принципе нам уже рассказали во время первоначальных ознакомлений и тренингов. И в целом после технического интервью сложилось довольно приятное впечатление. И где-то недели-полторы я, наверное, ожидал ответа по окончательному прорешению компании. Что касается оффера, было довольно забавно, потому что в один из дней утром мне звонят из HR-отдела. Говорят, типа, здравствуйте, такой-то, такой-то. Мы бы хотели предложить вам оффер. Давайте мы завтра созвонимся и расскажем детали. Я такой, ну давайте. Я даже не додумался спросить, почему не сегодня. Если бы оно окей, можно порадоваться, наверное, и переждать до завтра. Ну, было сложно ждать целый день. Как бы, да, оффер. Но непонятно по сумме, по всем условиям. Как бы, я не помню, было ли у меня в тот день еще собеседование, но настроения собеседоваться уже не было. И уже дождавшись следующего дня с трудом, ждал звонка, мне позвонили, рассказали на словах все условия, там, довольно-долго. Потом все то же самое переслали на e-mail. Я попросил пару дней на раздумья, хотя уже, в принципе, склонялся к тому, чтобы соглашаться. Но в тот день у меня еще были варианты, там, забеседований, оставались. Ну, в принципе, условия меня полностью устраивали, либо почти полностью, и мы решили соглашаться. И уже к вечеру того же дня ответили согласие. И после принятия оффера мне поведали все дальнейшие шаги, их как бы было немного, нужно было пройти небольшую медкомиссию. И уже первый рабочий день, первого числа всегда в компании происходит набор во все, как бы, департаменты, и все новички приходят в один день. В принципе, вообще весь процесс в компании проходил на английском, как довольно очевидно. Даже медкомиссию нужно было пройти через какую-то посредническую компанию, медицинскую. И там я тоже попросил, чтобы у меня все было на английском. Я прошел там буквально все за пять минут, то есть, ну, формально такая. И в итоге, в первый рабочий день, у нас было 14 новичков в варшавском офисе, все собрались вместе. И IT-отдел, и отдел аналитиков бизнеса, и небольшое количество людей было также в отдел, именно, как бы, в back-office. То есть, HR, администрация какая-то, финансы, юристы. Где-то половина из новичков была именно программисты, в том числе из 14 тех новичков, которые были в варшавском офисе, помимо меня, было еще двое белорусов. Был уругваяц, на удивление, остальные поляки. Все общение было, официальное общение было на английском. Понятно, что люди между собой, поляки общались на польском. И тот же уругваяц, он немножко знает польский, я немного знаю. Ну, то есть, понять мы можем, но полноценно общаться все старались на английском. Особенно те, кто проводил тренинги, кто общался с нами. При том, что по видеосвязи проводились тренинги и подключились еще другие офисы, которых несколько в Польше. Плюс есть в Германии, есть во Франции, есть в Японии один офис. Еще, наверное, многих интересует вопрос зарплаты. Примерно на моей позиции Java-разработчик с опытом в районе одного года. То есть, это обычно учитывается как джуниор-позиция в Польше. Средняя зарплата до вычета налогов на умове операции получается от 6 до 9 тысяч злотых. Что, в принципе, около 4-7 тысяч после вычета налогов. Для мидл-специалистов вилка в районе 10-15 тысяч, я думаю, с опытом от 3 лет. Ну, дальше я уже не заглядывал, потому что мне пока это не грозит. Для других технологий и специальностей, я думаю, ситуация довольно близка к этим данным. Так что изучайте рынок. Есть некоторые сайты, где можно посмотреть статистику, перекинуть свои доходы, расходы, высчитать налоги. И еще, что касается вопросов от подписчиков, из того, что я не успел еще рассказать, был вопрос о том, как относятся к иностранцам русскоязычным. Конкретно в моей фирме прекрасно относятся ко всем, потому что были из разных стран люди в других офисах. Там я видел еще, была девушка из Венесуэлы, например. И везде, где я собеседовался, не было каких-то предрассудков или чего-то еще. Плюс я собеседовался в некоторых компаниях, у которых есть офисы в Беларуси. И два раза у меня был опыт, даже мы проводили собеседование на русском языке, что было неожиданно. Устраивался я именно как наемный сотрудник на умовую операцию. Изначально так только и планировали, ИП мы и не рассматривали. Информацию можно найти в специализированных чатах, но я ее не изучал, поэтому ничем тут подсказать и помочь вряд ли смогу. Про другие стеки, технологии и специализации разработчиков, тестировщиков, дизайнеров я тоже особо подсказать не смогу, поскольку не изучал особо вопросы. Опять же, есть какие-то группы с вакансиями, с общением конкретных специальностей людей, переехавших в Польшу. Тоже какие-то ссылки я могу оставить. Плюс что-то я еще наверняка сам не находил. Ну и на этом, наверное, все. Из того, что я еще забыл, наверное, сказать, поиск работы, капец, с момента переезда в Польшу занял у меня полтора месяца. Тем, кто в поиске, желаю справиться быстрее, найти работу своей мечты. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!